Дмитрий, будем подводить итоги года войны. Президент Владимир Зеленский дал пресс-конференцию украинским СМИ, в которой многие моменты затронул, однако на меня произвело впечатление его ответ на вопрос, какой день ему показался самым страшным за этот год. И он сказал, что для него этот день был тем, когда стали известны преступления российских оккупантов в временно оккупированной Буче в Киевской области. Там, по данным Украинской генпрокуратуры, погибло минимум полтысячи людей, хотя до конца еще это количество неизвестно. Ну а вот если ваши личные ощущения, что вас больше всего поразило, что на вас наибольшее впечатление, возможно, какой-то ужас навеяло за этот год из действий российской власти? Ну для меня самый страшный день, конечно, это когда началась война. Но я имею в виду не в 2014 году, а именно в прошлом году. Это был самый страшный день, когда я просто не находил себе места. Я буквально незадолго до этого приехал из Киева и был уверен, что никакой войны не будет. Но у меня была инсайдерская информация от депутатов, от ряда чиновников, которые как потом, впоследствии оказалось, были тоже не в курсе этих планов. Но я думаю, что мы еще об этом поговорим. И для меня эта война была совершенно неожиданной, потому что у меня еще 23 февраля уже на день рождения. И вот мы отпразднули день рождения, и утром меня разбудили звонками, и я до сих пор не могу поверить, что вообще это происходит как-то вот в моей жизни. Как будто попал в учебник истории. Я всегда, знаете, задавался вопросом, а как вот в Германии такое было возможно? Как вдруг появился фашизм? Как вдруг вполне себе успешная страна с очень известными писателями и так далее, деятелями, культурами, прогрессивной страной. Как она скатилась к фашизму, я не мог себе представить. Ну и вот жизнь мне дала ответ на этот вопрос. И, конечно, наверное, если говорить о том, что самое страшное, даже не действие власти самое страшное, а самое страшное для меня, вот то, что за этот год, мне казалось, 24 февраля, ну как-то вот мир, как бы Россия, ну должна была понять, что ну все, вот самое ужасное, то, что происходит, вот оно происходит. Ну как это можно оправдывать? Твоя страна, твое правительство убивает людей на территории другого государства, разрушает города, погибают дети. Как можно вообще в этих условиях, я же не говорю о том, что поддерживать это, как можно говорить не все так однозначно. Мне казалось, что все, вот как раз 24 февраля все стало однозначно. Поэтому, конечно, я понимаю, что есть много людей, много россиян, которые испытывают точно такие же эмоции, как и я. Многие до сих пор там выходят на протесты, понимая, что это как бы выход сразу с билетом в автозак и в тюрьму. Многие люди уехали из страны, протестуют по всему миру, но я не понимаю тех людей, которые поддерживают и которым до сих пор еще ни хрена не понятно. Вот это я не мог себе представить еще год назад. Мне казалось, что ну как бы вот сейчас все должны понять. Вот здесь-то как можно задавать какие-то себе вопросы, да, когда все настолько понятно и очевидно. Но нет, тем не менее, к сожалению, пропаганда сделала свое дело. И, конечно, я понимаю, что Россия больна. Вот вы сказали о том, что некоторые депутаты были не в курсе о том, что полномасштабное вторжение должно было начаться 24 февраля. Вот Financial Times опубликовали свое расследование причин полномасштабного вторжения. В нем заявили, что даже министр иностранных дел Лавров узнал о том, что полномасштабное вторжение должно состоиться именно ночью. Узнал буквально за несколько часов до этого. К нему якобы 24 числа пришли или позвонили несколько российских олигархов с требованием объяснить, что вообще происходит. Он сам не находил тогда слова об этом, пишет Financial Times со ссылками на шесть высокопоставленных российских чиновников из ближайшего окружения Путина. И вот тогда Лавров сказал им, что нет такого человека, который посоветовал Путину начать войну. Он говорит, что у него сейчас только три советчика. Это, значит, Петр Первый, Иван Грозный и Екатерина Вторая. Как вы считаете, насколько реально, во-первых, как вы считаете, мог министр иностранных дел до последнего сам не знать о полномасштабном вторжении? И вот этот тезис о главных советчиках Путина из прошлого, как вы его рассматриваете? Я убежден, что Лавров, и я просто знаю, что многие даже министры правительства, практически все министры правительства были не в курсе. Это мне подтвердил один из, так сказать, в прошлом высокопоставленных чиновников, у кого есть доступ к информации. И когда я, помню, находился в Киеве, у меня была встреча с рядом инвесторов, американские, французские инвесторы в Украине. И поскольку их компании также работали в России раньше, то у них была тоже информация от правительства, от высокопоставленных чиновников в окружении Путина. И когда мы встретились, то и вот по их данным никакого вторжения не планировалось. Ну, то есть, там была такая дискуссия, да, Дима, как ты думаешь, is Putin going or not? Да, и говорит, вот посольство Америки говорит уезжать, это американский предприниматель мне говорил, ты считаешь, что вторжения не будет. Многие, он говорит, украинские политики также считают, что вторжения не будет. Мои партнеры в России, которые общаются на уровне, там, Мишустин, Греф и так далее, тоже сказали, что никакого вторжения не будет. И я в январе прошлого года с двумя очень высокопоставленными депутатами просто пересекся в Европе, мы с ними общались, и они меня убеждали в том, что никакого вторжения быть просто не может, потому что Путин глифует, Путин шантажирует Запад, ему нужно добиться отмена санкций. Он говорит, никто, ни в правительстве, ни в Дуге, нигде не обсуждает никакие планы вторжения. То есть, вот, за что купил, за то продал. Поэтому, наверняка, такой разговор у Лаврова с бизнесменами был. И отсылка к прошлому означает, что, ну что, не понимаете, что у Путина крыша поехала, говорил Лавров. Ну, крыша поехала. И после уже вторжения, когда я написал вот этим знакомым, убеждавшим меня, что не будет войны, я ему сказал, ну что, он говорит, да, он говорит, ты был прав, крыша поехала. Вернее, как не ты был прав, ты был прав, что сомневался. Мы не могли себе такого представить. Так что, я могу лишь подтвердить, я даже могу объяснить, почему так произошло. Почему многие были не в курсе. Потому что человек, у которого поехала крыша, принимал решение в очень узком кругу, там было 3-4 человека, наверняка, ну 5. Да, кто-то, может быть, еще. И они были уверены, просто уверены, что это будет не война, а легкая, победоносная там операция, которая там в течение 3-7 дней позволит захватить Киев, поставить там своего человека. И если вы помните, то войска во время вторжения были войска Росгвард. Все-таки Росгвардня. Это специальная спецслужба, которая, значит, натренирована на подавлении протестов. Они не воевать учатся, они учатся подавлять протесты. То есть они были уверены, что войска дойдут до Киева, Зеленский куда-то уедет, да, элиты, значит, капитулируют. Вот, они быстро поставят какого-то там своего, не знаю, Януковича или еще кого-то. А дальше у них будет только одна проблема с гражданами, которые будут выходить протестовать. Ну, поскольку у них есть опыт подавления массовых протестов, то они были уверены, что они с этим быстро справятся. Вот, а Запад ничего не успеет сделать. Для всех это будет шоком. Вот, а дальше уже все будут поставлены перед фактом. Я думаю, план был именно такой. Поэтому, а зачем нам обсуждать с министрами, зачем обсуждать с Набиуллиной, зачем? Их задача будет потом, значит, решать вопросы с санкциями, с экономикой. Ну, я думаю, что вот все было именно так. И если вы помните, я, помню, говорил даже у вас в эфире, когда американцы и американские спецслужбы информировали о том, что будет готовиться вторжение, то, на мой взгляд, один из тех, уходил в ближний круг президента, один из тех, кто, значит, заранее знал о такой операции, об этой войне, о вторжении, он настолько, видимо, испугался, что сам и слил информацию. Я убежден, что это был слив из ближнего круга. И не просто так Путин потом собрал вот этот Совет Безопасности и, по сути, заставил всех публично поддержать эту войну, да, что, ну, по сути, объясняя, что никто не соскочит, да, с этой подводной лодки не денется никуда. Вот, я думаю, как это все планировалось.